Добрый вечер! В эфире новости дня в студии Анна Втюрина. И в начале выпуска информация от нашего спонсора. Кооператив «Семейный капитал» приглашает желающих в увлекательные поездки по значимым и святым местам в нашей области. А также помогает приумножить ваше сбережение. Подробности по телефону 77 60 66. И к новостям дня. Вот некоторые темы этого выпуска. Пехота и артиллерия, водовая разведка. На военных полигонах Оренбуржья продолжаются масштабные учения «Центр-2015». Исколесил всю Россию. Почти пять лет поисков наконец принесли результат. Уже почти отчаявшись, Арчанин наконец нашел свою дочь. Двойной праздник. Годовщина со дня образования и принятие присяги новобранцами. Оренбургское кадетское училище имени Неплюева отмечает 20-летний юбилей. Оренбург в ожидании высоких гостей. В субботу в связи с приездом в областной центр первых лиц государства возможно изменения в организации движения автотранспорта. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу могут прибыть на один из этапов учений «Центр-2015». ГИБДД по Оренбургской области обращает внимание автовладельцев, что в субботу 19 сентября могут измениться маршруты передвижения личного и общественного транспорта, а также маршруты перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов. Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к возможным ограничениям. А тем временем на полигонах военные учения продолжаются. В Оренбурге тренировочные бои проходят сразу на двух объектах. Накануне в Тотском провели самую масштабную операцию этапа – уничтожение условного противника. В ней приняла участие большая часть всех существующих родов войск – пехота, артиллерия, военно-воздушные силы, разведчики, связисты и другие. Причем многие из них были переброшены из других регионов страны. Все подробности – материали Анны Солодкиной. Огонь открыла артиллерия. Смертоносные залпы самоходной гаубицы МСТА и сменяющий ее речитатив системы залпового огня ГРАД должны уничтожить автоколонну условного противника. По легенде, это незаконные вооруженные формирования. Это самая крупная учебная операция учений Центра-2015 на Тотском полигоне. Установки мобильны и постоянно меняют свои позиции, чтобы не дать условному врагу нанести по ним ответный удар. Как только артиллерия справляется со своей задачей, из-за завесы дыма в бой вступает царица полей – пехота. Сегодня этап боевой стрельбы, к которому мы готовились, прошли несколько этапов подготовки. С личным составом проведено слаживание, отделение, взводов. И сейчас полностью готовы. Две тактические группы дивизиона обеспечивают пехоте постоянную огневую поддержку, сопровождают сухопутные войска из воздуха. Выполняем задачи по перебазированию и высадке тактического десанта посадочным способом, также по нанесению ударов по наступающему и наступающему противнику. По легенде, условный противник, многочисленные силы бандформирований, успел проникнуть вглубь защищаемой территории. Теперь войскам нужно ликвидировать не только отдельные отряды, но и базу боевиков. В наступлении принимает участие более 300 единиц техники и более тысячи человек личного состава. Среди солдат можно увидеть и прекрасный пол. Тот, кто считает, что у войны не женское лицо, пусть скажет это вот этим девушкам. Одна из них выносит с поля боя раненых, другая уже много лет подвозит боеприпасы и горючие на линии огня. Мы не девушки здесь. Мы здесь солдаты, как и все. Могу вставить одно «но». То, что даже в полевых условиях мы адаптируемся и маникюр все равно имеем. За мизансценой учебных военных действий командиры подразделений следят из пункта управления операцией. На мониторе выводится изображение с беспилотного летательного аппарата, который кружит в самом эпицентре сражения. Планом розыгрыша предусматривалась отработка действий, характерных как для современного общевойскового боя, так и для тех боевых действий, которые подразделения будут вести в сложных условиях обстановки при выполнении задачи по блокированию и уничтожению бандформирований. Штурмовики Су-25. Их основная задача поддерживает сухопутные войска с воздуха. Знаменитые игрочи способны поражать противника как при прямой видимости, так и по координатам. И сейчас 48 штук поднимутся в небо и отправятся на свои позиции. Это, можно сказать, апогей сегодняшних учений. Учебный бой с условным противником для бронированных штурмовиков запланирован на 18 сентября. В день самого масштабного этапа операции на Тотском полигоне они отрабатывали тактические бомбардировки. Военные учения Центра 2015 – самые крупные в этом году. Тренировочные бои ведутся на пяти российских полигонах. Два из них в Оренбуржии. Многих военных перебросили в область из других регионов. Так в учениях приняли участие десантники из Волгограда, летчики из Читы, Владивостока. Все отрабатываемые здесь операции и вовлеченная в них техника еще раз доказывают. Кто бы с каким оружием к нам не пришел, нам есть чем их встретить. Ана Солодкина, Семен Воробьев. Новости дня. Крупномасштабные стратегические учения войск завершатся в это воскресенье, 20 сентября. Какую оценку действиям военных на Оренбургских полигонах дал президент России Владимир Путин? Подробнее об этом, а также о результатах учений в целом, мы расскажем в программе «Итоги недели». В это воскресенье в 7 часов вечера. Между тем, в Шарлыкском районе этой ночью упал неопознанный объект. Территорию оцепили военные. Это стало поводом провести параллель между событием и учениями на Оренбургских полигонах. Не исключено, что на землю упал военный спутник или капсул от него. В районе 4 часов утра в небе над Шарлыком появился неопознанный светящийся объект. Как сообщает сайт РИА-56, после падения местные жители услышали сильный взрыв и почувствовали толчок. Многие покинули свои дома, чтобы узнать, в чем же причина мощного взрыва. Фотографии с места происшествия очевидцы публикуют в социальных сетях. Шарлычане решили, что это метеорит или НЛО. Военные утверждают, что упавший на землю предмет не является военным объектом. Мы получили информацию о произошедшем. Приземлившийся в этом районе предмет не является военным объектом Центрального военного округа. А сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами на телеканале ОРТ Планета. История долгих поисков и неумирающей надежды. Арчанин в течение пяти лет искал свою пропавшую дочь по всей России. Все эти годы он не отчаивался. И вот, наконец, мечта сбылась. Отец и дочь воссоединились. Подробности непростой жизненной истории в нашем следующем сюжете. Он ждал и надеялся пять лет. Каждый день Владимир Алексеев искал свою дочь, которую увезла бывшая жена Татьяна в неизвестном направлении. С работы в православной гимназии она исчезла, даже не забрав документы. В 2010 году должна была пойти в первый класс. И мама Татьяны Викторовны ее, по моим данным, готовила. К тому, чтобы она пошла в школу. Владимир создал сайт, выходил на улицу с листовками, объездил всю Россию, особенно уделяя внимание святым местам и монастырям, так как Татьяна глубоко верующая. Его бургузин не заметить было невозможно. В мае этого года сюжет о нем был показан в Орске. После эфира Владимира пригласили на один из центральных каналов, чтобы он рассказал свою историю. Сегодня у нас в студии Владимир Алексеев и Зорско. Вот уже пять лет он ищет свою дочь Любу. Он рассказал все. О том, как они с женой совершали паломничество, о том, как он каждый день стучался в закрытую дверь, пока не взломал замок, о том, как страшно было зайти в пустую квартиру. Он обратился к своей жене с экрана. И Татьяна откликнулась. Сначала нашлись люди, которые знали о местонахождении девочки, а после позвонила и сама жена и сказала, где она находится. Город Шуя, Ивановская область. Владимир уже говорил с дочерью несколько раз по телефону. Через месяц-полтора он планирует вместе с сыном поездку в Ивановскую область, чтобы наконец-то взять за руку ту, которую искал долгих пять лет. Елена Давыдова, Татьяна Лакеева, Павел Проскуряков. Новости дня. Сомнительная слава. В сети набирает популярность видео, на котором настоятель сороктажской свято-троицкой обители Николай Стремский предстал в неприглядном для священнослужителя виде. Ролик продолжительностью почти 15 минут уже посмотрели более 7 тысяч человек. И это только за минувшие сутки. Не исключено, что история сороктажского настоятеля приобретет популярность и побьет рекорды просмотров оренбургских пчелок. В сети развернулись жаркие дебаты вокруг персоны священнослужителя. Одни защищают настоятеля. Доподлинно знаю, что множество людей обращаются к нему с прошениями, и он реально оказывает им поддержку. Другие, не стесняясь в высказываниях, осуждают отца Николая. Этот человек воспитывает детей, имеет свой льготный по налогам бизнес. Чему научат детей? Оренбургская епархия отказывается прокомментировать скандал со священником. Напомним, ролик с Остремским появился в интернете накануне днем. Священник на иномарке сначала пытался скрыться от сотрудников ДПС, а потом активно сопротивлялся при задержании. По неподтвержденной информации, настоятель обители утверждает, что при задержании ему сломали руку. Со стороны данного гражданина уже были разного рода обращения через средства массовой информации, насколько я знаю, даже лично. И прокуратурой дана оценка правомерности действий сотрудников полиции. Они признаны правомерными. 28 сентября состоится заседание Сороктажского районного суда, на котором и будет решаться вопрос о лишении Стремского водительских прав. Ближе к Фемиде. Сегодня в арбитражном суде Оренбургской области юристы делились опытом и знаниями. Узнать все тонкости законодательства пришли десятки оренбургцев. Подобные сессии проводятся несколько раз в год. Сегодня обсуждали тонкости закона в сфере административных правонарушений. Нормы меняются. И по словам организаторов, главная задача – вовремя донести, какие права и обязанности есть у каждого гражданина. Пик пожароопасного периода позади. Но как пережили этим летом непростую обстановку лесники, наши корреспонденты узнали, побывав в Илекском районе. За все лето в Илекском районе было всего три дождя. Жара, большая сухость, а значит, вероятность возникновения пожара была очень высока. Главный лесничий Сергей Спицын говорит, что инспекторы в такой опасный период работают без выходных, без праздников, ежедневно объезжая лесной массив для проверки, а также наблюдая за обстановкой в лесах через систему ГЛОНАСС. Больше патрулирования, больше проведения разъяснительной работы, то есть с населением, в прессе. Как результат, на данный момент площадь пожаров у нас за аналогичный период сократилась вдвое. Всего лишь один пожар в лесу этим летом случился в Илекском районе. Его оперативно потушили. Однако относительно спокойная обстановка – это результат напряженной работы на предупреждение. Ведь подавляющее большинство возгораний по-прежнему происходит по вине человека. Отдыхая на природе, бросают спички, оставляют незатушенные костры и таких людей бывает трудно призвать к совести. Иногда с природы, в эмоциях они употребляют лишнее. Приходится привлекать и оперативную группу полицейских, которые, кстати, никогда не отказывают, помогают, и разрешать этот спор с полицией. По словам министра лесного хозяйства Виктора Танких, нынешний год был довольно сложным в отношении пожароопасной обстановки. Было 52 возгорания. Однако небольшие по площади их удалось ликвидировать буквально за час-два, за исключением преслабутого пожара в Васильевке, где обстановку осложнял шквалистый ветер. Потери лесного фонда из-за огненной стихии незначительные. В целом по области 160 гектаров. Мы знаем нынче уже, чем тушить пожары, кем тушить пожары. И мы нынче не раздуваем щек, кто кого важнее, кто кого нужнее. Мы вместе с МЧС, добровольными пожарными охранами, лесопользователями и просто гражданами нашей Оренбургской области. И если что-то загорелось, мы все вместе наваливаемся на нашу беду. У работников лесного хозяйства есть не только напряженные трудовые будни, но и свой профессиональный праздник, который они будут отмечать 20 сентября. Специальный репортаж о лесной отрасли Оренбуржья, представителях этой профессии смотрите в это воскресенье в программе «Итоги недели». Анна Золотухина, Влад Горбунов, Новости дня. Финальные аккорды кинофестиваля. «Восток-Запад» – классика и авангард на финишной прямой. Сегодня в Оренбургском драматическом театре имени Горького состоялось торжественное закрытие фестиваля. Международный кинофестиваль стартовал в областном центре 12 сентября уже в восьмой раз. Его почетными гостями стали 80 деятелей мирового и российского кинематографа. За неделю Оренбургский зритель познакомился с полусотней новых картин, конкурсной и внеконкурсной программ. Именно авторов лучших кинолент называют в эти минуты. Первого «Золотого сарматского льва» уже получила Ирина Купченко за вклад в киноискусство. «Мне всегда хотелось, когда я играл в любую роль, чтобы то, что я делаю, кому-то помогло жить. Кому трудно, кому может быть легко. Но все равно, наверное, это вообще в русском характере, в характере русской женщины. Для того, чтобы кому-то стало хорошо жить, легче». Приз имени Алексея Саморядова за лучший сценарий фильма «Побег из Мозамбика» дали Юсупу Розыкову. Как пообещали в региональном министерстве культуры, вечером в киноцентре «Космос» состоится показ фильма «Победителя фестиваля». Тей руководителя или незаменимый помощник в офисе. Сегодня профессиональный праздник отмечают секретари. Как же поздравить их с этой датой? Наверное, взять часть работы на себя. Поэтому сегодня наш корреспондент Инна Маркелова покинула родную редакцию и превратилась в обычного офисного работника. «Секретарь есть в любой организации. Сейчас он может быть менеджером, помощником, руководителем, администратором, делопроизводителем. В зависимости от должности у каждого свои обязанности. Я пока еще не знаю, какие ждут меня». На самом деле рабочее место секретаря не сильно отличается от редакционного стола журналиста. Тот же компьютер, телефон, какие-то бумаги. Посмотрим, так ли все просто. За первые 15 минут работы трижды звонил телефон. В это время пытаюсь составить деловое письмо. Звонки, конечно, отвлекают, а работать нужно в первую очередь аккуратно. «Здравствуйте. Да, минутку сейчас соединим». Секретарь принимает и регистрирует корреспонденцию. Правильно распределяет свое рабочее время и время руководителя. Выполняет многие другие обязанности. При этом в некоторых организациях секретарь – это еще и официант. «Инна, будьте добрыть чашечку чая». И все эти поручения, которые сыпятся на секретаря от сотрудников и клиентов фирмы, положено выполнять спокойно, четко и желательно с улыбкой. Мужчины в этой профессии сегодня редкость. А собирательный образ секретарши в анекдотах и фильмах – симпатичная девушка, которая занимается своими делами. Например, подпиливает ногти или вяжет шапочку. «Я теперь женщина одинокая». «Вера, зайдите ко мне, захватите почту». Однако без секретаря нельзя пройти к руководителю. Получить письмо – можно пропустить важный звонок. Да и руководитель, отвлекаясь на мелочи, не сможет управлять организацией. Инна Маркелова, Георгий Барлуцкий. Новости дня. В Оренбурге открылся традиционный турнир по боксу на призы нашего прославленного тренера Арнольда Жданова. Соревнования собрали около сотни юношей и младшего возраста. В центре бокса на Марсовом поле – аншлаг. В пятый раз поднял свои флаги Ждановский турнир и открыл его сам виновник торжества. Кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством, отличник физической культуры и спорта, почетный ветеран общества «Динамо», почетный гражданин Оренбурга. Тренерская карьера невероятной продолжительностью 60 лет. Среди воспитанников только мастеров спорта три десятка. Чемпионы России прошлых лет – Шурыгин, Конюков, Бадашин. Из молодого поколения призер первенства мира в Арамке. На весеннем домашнем первенстве России единственный из оренбуржцев победитель Бесимбаев – его питомец. Человеку за 80, а он еще тренирует. Ну я сейчас два раза в неделю по просьбе ребят прихожу там, как говорится, поработаю с ними, проконсультирую. Это инициатива ребят, чтобы я приходил, смотрел, что подсказывал им. Главное в тренерской работе – это любить детей, вот чтобы относиться как к своим детям. И тогда будет в дальнейшем они так будут отзываться о своем тренере. На турнир прибыли 90 самых юных бойцов из городов нашей области, соседних Башкортостана и Казахстана. Отчетливо прослеживается связь поколений. Участники – 12-летние ребята, не то чтобы делающие первые шаги, но занимающиеся недавно. Возле ринга – ветераны, принесшие славу аренбуржью. А среди судей – действующие боксеры, например, сам Габил Мамедов, только что вернувшийся из Омска, где стал призером международного турнира. Недавно совсем увидел Арнольда Григорьевича, разговаривали с ним, спросил, как здоровье. В общем, сказал, что на днях будет турнир, он говорит, я тебя обязательно жду среди судей, приезжай, обязательно приходи. Я не мог ему никак не отказать, и самому приятно посудить такой турнир. Участники соревнуются в 18 весовых категориях. Будут определены лауреаты в четырех номинациях, главный из которых – лучший боксер соревнований. Сегодня стадия полуфиналов. Финалы и закрытие турнира – в субботу. Анатолий Юденич, Виктор Яковлев, Новости дня. Кадетский корпус имени Неплюева отметил круглую дату – 20 лет со дня основания. В честь этого присягу сегодня приняли 149 новобранцев. Как прошел праздник будущих офицеров в нашем следующем сюжете? Утро в кадетском корпусе началось с торжественного построения на плацу. Повод для радости сегодня двойной. Юбилей кадетского училища и принятие присяги. Посмотреть на своих мальчишек в новой форме пришли родители и друзья. Многие с трудом сдерживали слезы гордости. У Марины Александровны сразу двое сыновей сегодня станут настоящими кадетами. Мы не хотели, не мечтали об этом. Мы поступили, слава Богу. Мы очень рады, переживаем. Мы как мама, естественно, очень скучаем. Очень красивая гордость, как родители своих детей. Принятие присяги – это ритуал особый. Волнуются не только родители, но и сами новобранцы. Для них это первый в их кадетской жизни экзамен. Быть честным и верным товарищем, всегда следовать девизу «Кадет-кадету друг и брат». Клянемся, клянемся, клянемся. Четко и слаженно строевое построение прошло без единой помарки. Только со стороны кажется, что все просто. А на самом деле эта синхронность – результат многочасовых репетиций. Чтобы не сбиться, ребята просчитывают каждый свой шаг. Праздник сегодня не только у кадетов, но и у преподавателей. Лучшим вручили награды. Да и училище без подарков не осталось. «Газпром» никогда не приходит на какие-то юбилеи, на поздравления с пустыми руками. Посему я желаю вам от всего 10-тысячного коллектива «Газпром-добыча Оренбург» здоровья. И привез небольшие подарки. Это футбольные и волейбольные мячи. Это тренажеры для того, чтобы вы стали сильными защитниками нашей великой родины. С праздником! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Оксана Боричева, Георгий Бурлутский. Новости дня. К этому часу это все новости. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Клуб велосипедистов общества «Газпром-добыча Оренбург» закрывает велосезон. Всех оренбуржцев ждем 20 сентября в 11 часов в поселке Ростыше у дворца спорта «Юбилейный». Состоится награждение самых активных велосипедистов. Затем стартует парад в честь первой велогонки в России. Велолюбители! Встречаемся 20 сентября в 11 часов в поселке Ростыше. Доходная программа «Рента». 18% годовых по вашим сгрежениям. Ваши деньги работают в аграрном секторе России. Кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал». Телефон 77 60 66. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова